Даже в разгар рабочего дня около дома номер 68 по улице Зернова трудно найти свободное парковочное место. А все потому, что двор в качестве стоянки используют как пациенты поликлиники, так и те, кто не смог припарковаться около своего дома. А некоторые автомобилисты и вовсе привыкли срезать здесь путь до Московской. Особенно актуально это стало после перекрытия Симашко. По словам жильцов дома, за первые полдня машин во дворе стало в разы больше. Нам нужно сделать одностороннее хотя бы движение. Это невыносимо. И оттуда едут, и отсюда едут. Вот здесь вот детская площадка, детей вообще нельзя одних оставлять. Брошенные автомобили мешают управляющей компании должным образом очищать двор от снега. Чтобы после рабочего дня поставить машину около своего дома, жильцам нужно изрядно постараться, предварительно пропустив вереницу автомобилей, которые двигаются в обе стороны. Дороги узкие. Встанут посреди. Все машины будут у нас во дворе. Мы вообще задыхаемся. С той стороны машин много. Я понимаю, что, конечно, у всех машины. Ну а куда деваться? Надо какие-то меры принимать. Бдительные жильцы решили написать письмо в администрацию. Собрали подписи. К инициативе собственников квартир 68-го дома присоединились и жильцы соседних домов. Для того, чтобы чиновники услышали о проблеме и рассмотрели ее на комиссии по безопасности дорожного движения, попросили помощи у депутата по своему округу. Указание дали нашему Деденкову. Он вообще у нас не появляется. Мы его вообще не видим. Для чего мы его выбрали, неизвестно. Как нам пояснил депутат Виктор Деденков, установить знаки одностороннего движения здесь нельзя. Так же, как и полностью закрыть проезд. Дорога от первой поликлиники до Московской – дублер основной автомагистрали, которая в силу перекрытия «Симашка» сейчас очень перегружена. С этой проблемой народный избранник попытается еще раз обратиться к специалистам ДГХ и сотрудникам ГИБДД. Напомним, что в течение ближайшего года «Симашка» будет перекрываться в несколько этапов. Первый – от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова – закончится 25 марта. Канал 16 будет следить за развитием событий.